Меня зовут Регина, для тех, кто не знает. Со мной сегодня Вадик, это мой друг, и он немножко вместе со мной расскажет историю моего опыта во внедрении BI-систем. KPI, по данным свободной энциклопедии в Википедии, это некие показатели деятельности предприятия, которые помогают нам в достижении стратегических и тактических целей. Но мне кажется, что эти инструменты немножко потеряли свою актуальность. Для чего мы создавали KPI? Для того, чтобы следить за изменениями и влиять на результат. Но так ли это на самом деле? Иногда мне кажется, что не показатели работают на бизнес, а бизнес постоянно работает на показателе. Но как на это повлиять? Каждый новый источник данных, новый бизнес-процесс требовал мониторинга. Мы создавали новый KPI, создавали новый отчет. Все эти отчеты складывали в дашборды. Но каждый дашборд мы делали для своего подразделения. И, естественно, каждое подразделение оценивает бизнес по-своему. И что же с этим делать? Как мы собираемся это контролировать? Больше аналитиков? Может, больше денег? Больше времени? Но качество не равно количеству. Я страдаю BI-зависимостью уже, наверное, лет 8. И мы со своей командой выработали определенные принципы, как с этим работать. Как контролировать бизнес-процесс? Или бизнес в принципе? Перестать анализировать его в разобранном состоянии. И, наверное, я немножко погружусь в теорию. Из чего в принципе складывается аналитика? Складывается из данных, сюжета и визуализации. Данные, оформленные в интересный сюжет, помогают нам погрузиться в бизнес-контент достаточно быстро. К примеру, сырые данные не позволят нам оценить или оптимизировать какой-то бизнес-процесс или финансовый поток. Но данные, оформленные в сюжет, уже позволяют нам немножко погрузиться в контекст этой ситуации. Если вы еще до сих пор используете свои грязные агрегированные показатели, то в этом вам может помочь визуализация, исправить эту ситуацию. Здесь 9 специальностей с одинаковой средней заработной платой. А это их некий вариант визуализации. В моей презентации будет ссылка на очень интересную статью. Поэтому, если будет возможность, скачайте с сайта презентацию и перейдите по статью, где как раз описано, как построена вот эта визуализация. Мощь объединения визуализации данных — это как раз способность с первого взгляда оценить ситуацию без дополнительной KPI-мешуры. А теперь, наверное, про третий способ. Это объединение визуализации и сюжета. Это самый массовый способ, но удачно он получился только у некоторых. Контекстная визуализация, она призвана вовлекать в предметную область или любую сферу пользователя. При этом достаточно быстро, чтобы быстро объяснить историю или пример. Но любую историю можно рассказать плохо. Есть несколько компаний, о которых вы все знаете, Netflix и HBO, которые давно эксплуатируют эту идею. Они собирают информацию о предпочтениях своих пользователей, о том, что они смотрят, и подстраивают свой контент под каждую целевую аудиторию, под каждую их симпатию. На текущий момент они пионеры контекстной визуализации. Теперь я могу подвести некий итог своей теории и сказать, что моя команда отказалась от анализа ситуации разрозненно. Мы ее анализируем всегда в общей картине. Именно способность аналитического приложения объяснить ситуацию при помощи данных, сюжета и визуализации можно назвать сторителлингом. А теперь перейдем к некоторому практическому примеру. Так выглядит общепринятый процесс работы скорой медицинской помощи. Он такой достаточно верхнеуровневый, но всем понятен. Сначала пациент звонит непосредственно в службу скорой помощи, диспетчер принимает его звонок, далее он классифицирует его вызов, назначает на бригаду, бригада доезжает до пациента, оказывает помощь. И тут может быть три варианта. Либо пациента везут в больницу, либо вызывают к нему врача из поликлиники, либо скорая помощь просто уезжает. Это такой достаточно понятный процесс. И, наверное, кто может придумать, какими показателями можно его проанализировать. Не знаю, например, количество вызовов. Количество вызовов. И по сотне. Да, а теперь второй вариант. Геймифицированный. Мы же про это говорим. Это тот же самый бизнес-процесс. Но здесь мы уже, во-первых, видим статус каждого блока. Каждый блок характеризуется определенным объектом реального мира. При этом сама карта является интерактивной. То есть каждый блок несет в себе дополнительную информацию. Здесь, например, разбивку по видам звонков и тренд этого показателя. Каждый блок является не только носителем информации о самом себе, но и некой дверью в дополнительное пространство. Здесь при помощи карты мы объединили подстанции скорой медицинской помощи и больницы. То есть можно выбрать диагнозы. Здесь же добавлены измерения. Возможности регулировать норматив этого показателя. и посмотреть, где же, например, самые длинные поездки. Или решить еще какую-то проблему. На самом деле здесь гораздо больше функционала. Но что основное из этого можно извлечь? Нужно, чтобы аналитика была интересной. Чтобы она выводила вас из рутины. Потому что, как говорил один из моих предыдущих докладов, просматривать большие таблицы с данными никто не будет. Потому что это сложно и не всегда эффективно. И под конец я сделаю три главных вывода, три практических навыка любому аналитику, который работает с данными. Во-первых, не используйте сложные интегральные показатели. Например, конечно, понятно, что от показателя средняя заработная плата отказаться невозможно. Но обязательно рядом напишите, а сколько или какая доля сотрудников получает самую маленькую зарплату, и какая доля сотрудников получает самую большую зарплату. То есть из чего складывается это среднее. Например, очень многие любят рейтинги. И там, например, рейтинги школ, рейтинги больниц, все что угодно. Что означает, что конкретная больница на третьем месте рейтинга? Да ничего. А вот мне интересно, по каким качествам они это оценивали? Какие бизнес-показатели внутрь этого рейтинга вложены? И именно хорошая визуализация иногда позволит все критерии рейтинга отобразить сразу, вместо того, чтобы дать просто список, например. И как раз визуализация должна основываться на объектах реального мира. Именно объекты реального мира помогут вам на одной картинке отобразить сразу много показателей. На примере с бизнес-процессом именно к нему можно подвязать совершенно все показатели, которые, например, относятся к деятельности скорой помощи. И когда мы все показатели свели в одну картину, в единую картину мира, то вопросы, а сколько показателей мы можем разместить на одну картинку? А если бизнес-процесс изменился, то нам менять KPI или не менять KPI? А добавлять новый отчет куда? А где он будет удобен конкретному пользователю? Эти вопросы исчезают, потому что все заранее выстроено в одну единую общую картину. И последнее. И, наверное, самое важное. Обязательно вовлеките в аналитику руководителя, лица, принимающего решения. Потому что только он по-настоящему может повлиять на оптимизацию, на улучшение процесса, который мы исходно пытаемся промониторить. Наверное, в метро очень часто, или на очень скучных совещаниях, или на конференциях по аналитике, вот как девушка в седьмом ряду, наверное, играет в викингов. Вместо этого можно было бы играть в аналитику. И на самом деле очень часто вот такие приложения, которые я показывала, помогают найти в расписании того лица, принимающего решения, 10 минут для того, чтобы он посмотрел те KPI-показатели. И свое сегодняшнее выступление хочу закончить словами, на самом деле, впечатлить, ну, человека, который меня очень впечатлил. Это руководитель Американской ассоциации статистики, который сто лет назад говорил о вещах, которые мы до сих пор не можем понять. И тогда технологии еще не позволяли решить эту проблему. Возможно, многие уже прочитали, но я все-таки процитирую. Миллионы долларов тратятся ежегодно на собирание фактов в обманчивой надежде, что собранные факты автоматически приведут к улучшению изучаемых условий. Но мы видим, что когда дело доходит до конечного результата, то, как не цены точные данные и реальные факты, гораздо большее значение имеет тот или иной способ изображения их. Бесспорно, фундамент здания играет огромную роль. Но не фундамент, а построенное на нем здание определяет цель наших стремлений. Как здание относится к фундаменту, так и надлежащий способ отображения фактов относится к реальным фактам. Да, все так. Большое спасибо. Есть какие-то вопросы? На сайте будет презентация, и там все будет ссылка. А если мне дадите свои контакты, я отправлю сама презентацию. Женя, да. Спасибо, Регина. У меня вопрос про геймификацию. Очень красиво смотрится BI. Ты не первый раз его видишь, да? Не первый, но давно не видел, он обновился. Здорово. Есть ли какие-то механизмы геймификации в BI для руководителя, который должен принимать решение? Вот он получает какие-то там… Это как 100 голдов и щит в подарок. Да, да, да. Где голда? Я думаю, для лица, принимающего решение, эффективность от этих приложений является его щитом и голдами. То есть если он понимает, что его KPI становится лучше, это ему, я думаю, тепло на душе от этого становится. И когда мне звонит кто-то из лиц, принимающих решение, и говорит, Регина, мне кажется, что у нас показатель неправильный, я понимаю, что работает, работает. Значит, смотрит, ищет, анализирует. Еще какие-то вопросы? Спасибо за презентацию. А подскажите, может, порекомендуете какие-то инструменты для визуализации именно? Какие вы используете? Или это настолько все разные индивидуально? Какой замечательный вопрос. Я являюсь владельцем продукта. Российская разработка, своя биосистема, в которой есть и ETL, и визуализация обычных дашбордов в вебе, и инструмента для создания вот этой 3D-графики, которую я показывала. Поэтому если будет интересно, то есть вы мне подойдете, я вышлю название. Не опенсорс, нет, не опенсорс. Подскажи, пожалуйста, ну, очень классно выглядит, действительно, спасибо тебе за идею, за доклад. Я вот сама, как тоже человек, занимающийся отчетностью, аналитикой, очень к этому сильно стремлюсь, чтобы так и было. Единственное, что меня смущает, ПО, ты говоришь, что это платное, вопрос стоимости, стоимости, как бы первичное вложение и поддержки. Можешь ответить, во что вам это обошлось? Может быть, во времени? Мне в разработку этого ПО, просто я его сама разрабатываю, в этом фишка, да. Мы его разрабатывали где-то 3 года, и до сих пор его развиваем. Клево. Ваши заказчики, ну, вот прям итерационно как-то поставляли ценность, или, ну, потому что 3 года ждать, на четвертый отказываться? Конечно, итерационно, да. То есть заказчику важна все-таки бизнес-цель, тот конкретный KPI. Мы ему его давали по чуть-чуть, по чуть-чуть, расширяя функциональность, добавляя новые отчеты, новые дашборды, новые кейсы. Скажем так, с идеи, когда зародилась идея, с этого момента до момента, когда поставилась самая первая ценность, которая была оценена вашим заказчиком. Три месяца? Четыре, да. Четыре месяца. Отлично, спасибо тебе за информацию. Здесь будут вопросы? Ну, учитывая нашего заказчика, у него бывают разные запросы, поэтому иногда это, я сказал утром, завтра, а иногда это все-таки там четыре месяца, пять. То есть до сих пор где-то такие же строки. Там от месяца, если это сильно простая история, до там пяти месяцев, если это какое-то 3D-приложение, например. Ну вот одно я имею право спалить. Там было написано EMEAS, это Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы, и это Департамент информационных технологий Москвы. То есть их я точно могу сейчас сказать. Это тестовый кейс на тестовых данных, естественно, да. Но реальные кейсы, примеры реальных кейсов можно посмотреть в интернете. Там есть ролики с интервью. Вот это все. Так, еще вопросы будут у нас? Тогда я предлагаю завершить, да, и дать приз за самый интересный вопрос. Приз за самый интересный вопрос. Спасибо молодому человеку в белом свитере. Спасибо.